Всем привет, с вами ДК и сегодня я буду рассказывать вам про модный Майнкрафт. Мод называется Майн Колони и суть этого мода заключается в том, что мы становимся мэром деревни, которую мы сами должны построить. Итак, давайте убьем зомби. Кстати, это обязательно часть мода. Сначала нужно убить зомби и принести его в жертву, чтобы у нас все было отлично. И включим в день. Крепно. Он наверняка выключился. Бум. Итак, я буду рассказывать вам про каждое здание, которое здесь есть в моде и для чего оно нужно. Давайте начнем с довольно интересного бонуса, который есть в этом моде. Тухлятина. Мы можем скрафтить вот такую вот лодку, то есть бонусный сундук, который нам дается в начале, из лодок. Скрафт такой же, как у лодки, только вместо досок лодки. И что же нам этот корабль даст? Мы, в зависимости, кстати, от размера водоема, который мы будем ставить эту лодку, зависит от ее содержимое. Но вот факт. Мы ставим вот ящик и появляется огромный корабль. В ящике у нас есть некоторые начальные ресурсы, которые нам могут помочь встретиться в нашей деревне. А сам корабль из себя, на самом деле, не представляет никакой пользы, кроме красивого декора. Ну, согласитесь, будет красиво смотреться, когда в нашей деревне будет красивый большой корабль. Да и жить можно в нем первое время, когда мы строим деревню, и не появится здание, в котором мы сможем дальше продолжать. Итак, с чего мы начнем? Самое первое здание – это центр города. Из этого здания нельзя еще ничего построить. Это ратуша, это мэрия, это белый дом, это, не знаю, это убедущее Путина. В общем, это центр нашего города, и с этого блока все начнется. Вот его кратко можете видеть. Сразу говорю, центр, когда будет до конца развит, здесь у при разных зданий можно несколько ступеней развития делать. Будет довольно-таки большим, примерно, не знаю, 20 на 20, 25 на 25 блоков. И нужно заранее рассчитывать всю эту территорию. И лучше выбирать для строительства в нашей будущей деревне более-менее плоскую территорию. И... Так, все, я разобрался, чертов фраз перестал записывать. По непонятному причине память нужно закончить, понимаете. О чем это справилось? А, эээ... Деревню нужно строить на ровной поверхности, ну, не обязательно. То есть, даже если мы поставим ратушу здесь, где-то, возле воды, что я, в принципе, хочу сделать, то люди разровняют местность, ну... У тебя не будет сильно красиво, то есть нам придется все еще немножко... Равнять, что ли, город, делать более красивый ландшафт, но это уже как-то нельзя. Так, ратушу я советую ставить на один блок выше, так как вокруг ратуши там будет потом... ...каймаш, что ли, я не знаю. Ну, вы сами увидите. Поставили, давайте вот так. По кругу сделаем. Вот, перебор. И посмотрим, что у нас есть внутри этой ратуши. Так, еще немного, там жители появились. Вот у нас появляется жители. Итак, city name — это city name, то есть городское имя. Имя нашего города. У нас город автоматом назывался Port Raul. Population — это популяция нашей деревни. У нас сейчас один человек, вот один из четырех. Сейчас максимум у нас в деревне может быть один человек. Здесь группы разных людей, то есть нищие, крестьяне и так далее, и выше. Дальше, баланс, который у нас есть сейчас. Эти три строчки я не помню. Это насколько наши жители счастливы. Здесь написано в цифрах налог. Насколько им нравится этот налог. И имена этих людей. Дальше. Здесь две кнопки, переход, две вкладки. Action. Action, да. Здесь мы можем устраивать налог на каждого поселенца. У нас есть раз, два, три, четыре вида поселенцев разных. И на каждом можно изучать свой налог. Первая строчка — это можно ли им автоматически выплачивать налоги. То есть, чтобы давать деньги сразу им из ящика. Эти три строчки есть абсолютно у каждого здания. Первая — это построить здание. Вторая — это починить здание. И третья — это призывать всех жителей, которые живут в этом здании, к ящику. Ну, нам пока ничего этого не нужно. Итак, у нас есть ратуша, у нас есть первый житель. Который гонит за курицей. Они сами себе находят еду, сами себе помогают выжить. Но без нас они все равно ничего не смогут. Следующее здание, которое нам обязательно понадобится. Нам все здания обязательно понадобятся. Пятки, пока, Гриб. О, поздравлял. Это жилое здание, где у нас будут жить поселенцы. Вот и вот крафт. На середине факел. И давайте открываем сразу несколько зданий из этой группы, чтобы не бегать в первый раз. Это жилое здание. Это здание билдера. Строителя. В середине двери. Ну, пока пласят. Для чего нам нужны жилые здания? В них селятся люди. Изначально по два человека. Мужчины и женщины. И чем больше у нас жилых зданий, тем больше у нас есть крестьян и тем больше у нас есть рабочих мест. Оптимальное место, ну, расстояние строительства между зданиями это 20 кубиков. А тратуши лучше брать чуть побольше. Давайте посчитаем. И сразу разместим здание строителя. Здание строителя, вот, кстати, уже с первых поселений спешит селиться в нашем ящике. Ну, в будущем доме. Нет, не бежит. Ну, ладно. Здание строителя нежилое. В нем будут строить работу люди. Вот, сейчас он побежит и скажет, что он живет в этом доме, потому что он ближе всего к нашему зданию. Потом побежит, возьмет сейчас рабочую корму и будет ждать приказаний, какое здание ему построить. Одевайся. Вот, отлично. Теперь давайте попробуем какое-нибудь здание построить. Давайте его здание построим. В ящике, в его вещи, которыми мы должны его снабжать, чтобы он строил. Ну, он может и сам находить. Из наших же ящиков, к примеру. Нажимаем кнопку Information и видим здесь, что мы уже должны ему заплатить 3 монеты. За что, не знаю. Ладно. Давайте выберем... Давайте заплатим. Нет, не заплатим. А, нам нечего платить. Сейчас заплатим. Build House. Причем интересная вещь. Мы ставили с этой стороны. У нас поставили табличку Build House и он сейчас будет строить дом. у нас будет с этой стороны. Это значит, что он построит и выход у нас будет с этой стороны. Если мы в жилое здание Если поставим табличку с этой стороны То у нас будет выход с этой стороны Если мы переставим табличку с этой стороны То выход у нас будет с этой стороны Это нам не нужно Кстати, бульками можно ускорять движение Строителей, поселенцев Так, пока у нас строят дом Давайте посмотрим дальше Какие у нас здания есть Давайте еще один Рабочий Еще один дом построим Еще одно рабочее место Пускай у нас по два Раз, два, три, четыре, пять Еще здание И где-то здесь еще одно Билдер Нам нужна земля Сюда сейчас тоже придет рабочий У нас будет два билдера Давайте пока пойдем разберем дальше Так, следующее здание Следующее здание Следующее здание У нас будет здание добытчиков То есть Майнер Копатель Он будет у нас добывать руду Добывать камень Который, кстати, может брать Наш строитель Лесовое строительство Лесоруб Пермер И дальше пока Давайте Разместим их А, давайте я вам покажу Даже не так Давайте я какое-то продемонстрирую От того, какую мы ложим внутрь кирку Зависит количество Построенных зданий То есть Если мы положим деревянную кирку Мы только одного майнера здания Сможем сделать Если мы положим Каминную То Промахнулся Два Если Алмазную То Четыре Кажется Да, шесть Вообще шесть Кто будет алмазнуть Куда Я не знаю То есть На будущее Запомните Что можно Навходиться Деревянным Примером Делаем Майнер Их заберем Соберем Пасорубу Соберем Ну и раз Такое дело То возьмем еще Как много Несколько Жилых зданий Кстати Про построенное здание Видите У нас уже построили Одное здание Жилое И у нас есть Патриенщик Если мы Выберем Еще раз Кнопку Билд То здание Лучится До второго Уровня А эта Строчка Которая Здесь Была Это Нинь Стоит Им Нужды Им нужна Еда Была Сейчас Она Глюки Есть У Этого Мода По крайней мере У того Который Сейчас У меня Стоит Один Опять Они Криво Ставят Двери Это Легко И старайтесь Снять Поставить Это Не Проблема Крипиар Надо Буду Еще Здание Охотника Поставить Отлично Давайте Поставим Пару Лосорубов Вот Здесь Стран Проработать Йothe По И Поп Чтоб Пар 01 Решение Ког� До По Когач , с , 就 Чего нужно поесть? Отлично. Так, кто там? Майнеры. Копать. Давай быстрее бег. Здесь снова. И поддам, поддам, поддам. Так, здесь снова. Тоже билд. Тоже так. Билд. И... Пару же... А, еще эти. Покушку. И если одного... Они не слисты надо, даже вместе слимают. И здесь. Теперь... Сами жители. Не будут жители, не будет рабо... Рабо... Рабо, я наше считание. Рабо... Рабочих. У нас просьбенько не красиво. Давайте, окей, здесь спешим. Не поставим. Нет, 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 нет. Давайте ещё два здания. Я оброжу дверь, и каждый зону ленит. Отлично. И теперь давайте пойдём дальше разбираться, где же у нас есть ещё здание. Как у нас все занимаются строительством. Мы обсудим с вами какое-то самое здание. Это здание охотника, я его забыл, что я выложил. Я подумаю, если есть. Вот, извиняйте, в своём приндец. Вот, здание охотника. Как оно делается? Делается оно в следующем утро. Берём доски. А, смотри, были доски. Кладём их по кругу. А в центр ложим... Так, что он там ложит? Где она, чёрт возьми? Вот он. Кожу. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Деревёшки. Давайте. Проверим. Так. Да, всё, отличная булка. И поставим пару этих зданий. Они будут ночью защищать нас, нашу деревню от монстров. Чуть сейчас, сейчас обсудим. И добывать пищу. Одну здесь. Билд. И ещё одну вышку где-то там. Другой строить деревню надо. Так, строители у нас не строят, у них нет ресурсов. Сейчас мы расскажем, я расскажу вам одну хитрис, как можно сделать так, чтобы им ресурсов хватало надолго, и не нужно было себе заморачиваться. Да нет, строят. Здесь ещё деревья, пушку. Я что-то не пушку построил. Я там построил обычное здание. Вот я лову. Билд. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Дам. Где-то здесь место, там, где поставлюшку. Это здесь её поставим. Вот. А вон она. Я её сюда решил поставить. А, ну, в принципе, пускай стоит здание. Отлично. Теперь давайте разберёмся с строителями, почему они у нас... Стоп, перестали строить. Строят, ну, например, не стали. У строителей внутри есть по одному ящику. То есть мы сюда положили ресурсы, он их использует. Говорит, что им нужны девяные ступеньки для строительства. Ну, обычно, наверное, дерево, доски, где не уплыли. Второй у нас вообще пустой. Вещи они берут не только из этого сунтука, а вообще из всех сундуков, которые находят. То есть они могут спокойно брать вещи и из ваших сундуков, кстати. Поэтому советую возле их домиков делать вот такие своеобразные склады. Давайте с этой стороны ещё один. И по мере необходимости наполнять их всем необходимым. Про все вещи, которые нам понадобятся, мы сейчас ещё как раз в игре посмотрим. Потом подведём этап. Первый положим немного бревен. Второй положим немного блузника. Немного блузника. Третий камень. И четвертый, как-то странно, ему будет шальст. Ну, можно и не так обойтись. Вот что тебе сейчас надо. Вот он говорит, ему нужна одна деревяшка, нитки и лоза. Ну, лоза, лоза, нитки, конечно. Сделать самую лозу. Из лозы, короче. А-а-ай. Короче, ему не нужна лоза, он её сам не найдёт. Это то же самое, лоза. Там. Надо его, кстати, поскидывать пока всё, что есть. Пар пирок. Пару лопат. И факелов. Охотнику необходимо складывать... А, ударился. Где он тут вход? Нет, у меня тут охотничья такая баррикада. Лук и стрелы. Положим ему лук и стрелы. Охотника у нас ещё, как понял, нету, но я думаю, он появится со временем. Для ускорения данного процесса можно сюда ещё один жилой дом поставить куда-нибудь. Привет, зомби. Вот, вот сюда поставим. Такая струя. Следующее здание, которым я вам хочу похвастаться, это здание, вот это у нас. Это вот такой тип. У него зелень. Что это там? Он координаты, он сказал. Нет? Что это? А я и не знаю, что это. Что ему нужно? Ему опять же нужна лопата, нужна тяпка и нужны семена. Семена. Он... Тут ещё надо. А, ночью они не работают, давайте сейчас. Так, а день устроим. Он, по идее, должен начать тут всё сажать. Ну, посмотрим. А, может он говорит координаты, что ему здесь мешает? Нет? Нет. Ну ладно, потом проверим. Так, это у нас что за домик? Это жилой домик. Я ударился. Лесорубы. Давайте угадаем, что нужно лесорубам для их строительства. Вот, для добычи дерева. Как ни странно, этот топор. И всё. Ну и сажимся. Они вроде бы их сажают, я не помню. Как раз сейчас проверим, в реале. Тебе тоже дадим топор в руки и вперёд. На, вот мой возьми. Я его удалил. Как его можно увидеть? Всё. Иди руби. Тебе тоже саживаться, да, нет? Посмотрим. Буду ли у них на них попадать или нет? А, в руки его взял. Вот, застанется. Так, вот видите, у нас тут один строитель. Он выравнивает землю, строит какой-то, там, жилой дом. И... Давайте сделаем вот что. Пока тут все строят, я расскажу вам про здание курьера, пожалуй. Пускай этот дом тоже начнёт строить со временем. Так. Дом курьера. Для чего нам нужен курьер? Он бегает между всеми домами и собирает... ...ресурсы, которые находят там в ящиках. Собирает, таскает к себе. Вот, крапка, ящик. И... ...разносит... ...по мере необходимости людям. Крипя... ...прогонись. Прогонись, не бойся. Со мной газировка, крип, пожарить варке. Не вылази, куда. Нет. Бум, нет, бум, нет, бум, нет Ну ладно Давайте построим домик курьера где-нибудь так Примерно посредине Здесь Причем советую дом курьера строить на два блоха выше земли Потому что, как я помню, он там как-то вот косячно так выглядит И на ножках что ли дом Построим, посмотрим Чтобы сразу все поймете Давайте проверим ресурсы у наших дорогих строителей Есть Положим ему тоже несколько стеклов Я завтра накопаю немного бриллиантов Что им еще понадобится Им еще, кстати, понадобится Путу строительство металл Пойдем на это О, охренеть! И посмотрим, как они сейчас будут смешно Копошиться и устроить здание Я это сделал в ускоренном времени Пускай так красиво смешно выглядит О, так и есть Это так и есть О, да ты мне поверь Сегодня поиграю я в Майнкрафт С рассвета до глубокой ночи Наружу выходить не лень Пусть даже там отличный день Сегодня поиграю я в Майнкрафт Отчасти я не завяжу Восторга не покажу У меня опять закончилась память на Фраксе Он все сожрал Но я только что освободил еще 30 кг И думаю, оно должно хватить до конца серии Так давайте, уберем эту кучу И посмотрим, что же у нас построили наши слены Пока меня не было Да, я отключил попить кофе На самом деле, я не смотрел ни что здесь происходит Лесорубы так и остались При доме А ничего не Поделимся И так У нас построилось два злых здания И О, да, ратуша Ратуша Центральное здание Давайте посмотрим, что у нас здесь есть У нас здесь есть две кривые двери У нас здесь есть еще две кривые двери И наше здание У нас уже 18 поселенцев И 11 из них крестьянест 7 Боркс рабочие То есть те, которые работают 11 не работают Ух, какой слух страшный Так Какие-то еще здания новой успели построиться? Нет? А, а, а А Так Где полдома, черт возьми? Кто разобрал полдома? Это я Это, это, видать, мой косяк Я слишком близко поставил Здание То, что там говорил Ну, что ж Поделать Ну, ну, не будет у строителя полдома Ну, то он все равно Я наверняка буду через дверь проходить Брать вещи свои Так Интересно, что мои сундуки Ведь не пропали А само здание Подрезалось С вторым зданием все в порядке Да Так что я думаю Пускай это остается Так, дальше Что у нас тут происходит? Тут у нас один парень И все-таки решил заняться семенами Выращивать хлеб И О боже Хлеб Я забыл вам рассказать про еще одно здание Про здание булочника Про здание кондитера Которое будет Что тут Нашей деревни Крафт кажется Посередине булка Булка же да? Хлеб А-а-а-а Божья Куда я крафт пихаю? Давайте Здесь Да что ж я косой такой? Хлеб 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 Хлебушек же да? Хлебушек Нет Черт возьми Не хлебушек да я я посмотрел короче интернете это кажется пшеница нам нужно пшеница то есть мы вложим по кругу доски а в середине пшеницу и у нас получается домик булочников и давайте вспомним помните я вам говорил что нужно ставить на два блока вверх и вот из-за чего как видите у нас под зданием нет он стоит как бы на ножках и само здание чуть выше потом мы будем я буду рассказывать вам про каждое здание отдельно и вы поймете почему это здание именно так решила себя построить ну кажется все здания теперь уже построены давайте повторим и у нас есть ли стане самым первым зданием мы строили здание главное здание нашего города санта центральное здание в котором мы можем назначать дань каждого человека который будет нам плачивать монетки появились мы забрали монетки автоматически салли 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 с бортули выдачи им улучшить здание где вы построить починение здания призвать всех глюцов к нашему зданию совету первым зданием мы построили это кто мы построили начали строить жилые здания в которых у нас живут поселенцы они складывают сюда все что они считают своими вещами и обеспечивают нам рабочих потом мы построили 2222 не 2 давайте пускай лучше будет полтора здания рабочих то есть строителей которые и строят наши здания следующим зданием после этого мы построили здание обеспечения то есть здание лесоруба еще раз покажу если его построили чтобы вы на глаза запомнили на вид как они выглядят да у нас здесь построили как раз первого уровня сказания лесорубов вот они вот так выглядят таким здесь не хватает вот так то не выглядит они сюда приносит здание здание добытчиков руды у нас теперь давайте научимся выплачивать нашим строителям строитель вообще всем игрокам которые у нас работают игрокам нпс ихнюю зарплату заходим к ним дом открываем их ящик и видим здесь внизу надпись самую нижнюю строчку мы должны 24 монетки у нас у нас только нет мы еще не заработали столько давайте возьмем монетки из нашего все видящего там или ритмс и заплатим этому парню за его работу что мы им заплатили он теперь доволен он будет работать быстрее кстати то чем больше мы им должны денег тем как я заметил он медленнее начинает работать давайте там тоже заплатим пускай работает в следующем канале я вам расскажу начну расскажу про каждое здание отдельно мы посмотрим как его можно улучшать и какие у нас будут отличия также посмотрим как у нас будут жить нашей деревне в ночное время так тут пожалуй все что я мог успеть рассказать за первый туреал мне наверняка опять закончится память на компьютере поэтому я отправляюсь на свой корабль и желаю вам удачной игры всем спасибо с вами был ДК до скорых встреч appreciated оф подпис lei